Сегодня только младший, но уже взрослый сын Саша ему по-настоящему близок. И всегда желанный гость в доме Домогарова. Мой дом, его дом, он прекрасно поздно. Всё моё, это его. Саша любит приезжать к отцу. Летом шашлыки, сидим, ну, по-настоящему сидячие. Ничего такого особенного, ни в футболе, ничего такого весёлого нет. Просто сидят, разговаривают с мамой они. Я с ним сижу, всё так, в разговорах. Кино смотрим, а, кино смотрим, вот это у нас какое хобби в семье. Домогаровых в кадре сразу два. Отец и сын. Младший только что закончил театральное училище. И вот маленькая роль в большом кино. У меня роль небольшая, роль сына Берона. Меня хотят женить на будущей императрице. В этой картине я очень хотела снять поколение. Я очень хотела, чтобы была перекличка отцов. И вы увидите, что на экране появляется династия. Эта тема отцов и детей для младшего Домогарова всегда больная. Ведь он уже взрослый и самостоятельный. Вот сейчас поступление в театр, я закончил уже, поступление в театр начинали. Постоянно всплывает то, что сын, не сын, сын, не сын. Ты, естественно, мне все равно говоришь. Ну, все понятно, ты будешь служить в театре мостсовета. Папа мне мостсовет работает? Ты будешь там служить? Нет, не буду. Престижное Щепкинское училище он поступал сам. Папа даже не знал, что сын собирается стать актером. Я об этом узнал, находясь на гастролях в городе Каляви. Я позвонил, сказал, почему я ничего не знаю. Одному 46, другому 22. Домогаров-старший умиляется, глядя на сына. Ну, точно его копия в молодости. По речке, вот в этих буклях, это все очень похоже. А сын мечтает стать режиссером. И покомандовать папой уже на съемочной площадке. Если вдруг буду режиссером, стану режиссером. Будем делать семейный бизнес. Он будет сниматься, я буду снимать. Занятно будет. Такая вот у нас мечта. Но лучше всех Домогарова знает его любимый сын. С папой они не только очень похожи, но и очень близки. Я не смогу это никогда описать, как папа, как привык, вот по привычке. Это сложно описать, честно. Я даже не знаю, что... Да он не такой уж и занудный, и задумчивый. В жизни он не такой, во всяком случае, как я, понимаю.